У 168-м тур и гульни удача в придачу от Евроопты у чарговый раз были разыграны кватеры у Минску, новенький автомобиль Джеликулу Рэй, 10 модных смартфонов, айфон 13. Як заужды 30-40-50 тысяч рублей. А кроме того, свои кладальники узнайшли ясче 10 тысяч специальных грошовых подарунков сертификатов. Ну и по традиции были пронансованы захвачивания наступного 169-го тура гульни удача в придачу. Ён рыхтуе буйны и грошовые суммы 50-40-30 тысяч рублей. Буде разыграны новенький автомобиль премиальной Ауди, кватера у тихим и утульным жилым комплексе Минский квартал, размешаны непадалек от центра столицы, ну и ашчэ 10 тысяч иншых каштовных прызов. Усёк это чакая наведвельника у сетки Евроопт у рамках розыгрыша гульни пятага жнюня. Усё подробязанности у вида материале. 5 июля в 168-м туре игры «Удача в придачу» мы разыграли крупные денежные выигрыши. 30, 40, 50 тысяч рублей. Новенький автомобиль. Квартиру в Минске, как же без неё и внимание. 10, 13-х айфонов и ещё 10 тысяч других денежных призов. Если вы покупаете товар удачи, значит вам точно повезёт. Лето в самом разгаре, столбики термометров иногда даже зашкаливают. Добавил Градус и Евроопт, который приготовил крупнейший призовой фонд с марта 2022 года. Главный приз, шикарную квартиру за рекордные 210 тысяч рублей помог разыграть директор белорусского государственного цирка Владимир Шабан. Я очень рад, что есть такая передача, есть такая игра, где всё-таки можно выиграть и по-настоящему выиграть. Да. Я вам честно скажу, я вот третий раз уже приглашён так сюда. И я вам всем могу с откровенностью сказать, это всё по-настоящему. Всё по-настоящему. Столичную прописку и новую недвижимость получила Елена Микульчик из Логойска. Буквально вот несколько мгновений тому вы стали обладательницей новенькой квартиры в центре Минска. Планирует ли наша победительница Елена Микульчик переезжать из города Спутник в город Минск? Прямо сейчас и узнаем, ведь она выиграла квартиру в Минске. Пошли. Каждый поход в магазин Евроопт у Елены не обходится без счастливых товаров. А недавно девушка ещё и установила приложение для учёта и мониторинга своих игровых кодов. Я установила специальное приложение совсем недавно. Кстати, может быть, у меня раньше... Ну, раньше почему мне не везло? У меня же приложение не стояло. Да, да. У меня не было приложения, а теперь я поставила приложение. Вот буквально, может, недели-две назад. Елена всегда надеялась на выигрыш и старалась не пропускать эфиры игры. Но именно 5 июля победительница решила отдохнуть на природе без телевизора и телефона. Верить. Верить в удачу, да. Что обязательно сбудется всё, о чём мечтается. Вот вы говорите, верить, верить. Но я же вижу по глазам, вы иногда хотели выиграть, а не выигрывали и отчаивались. Вот было такое. Ну что я покупаю? Но я всегда была рада за тех, кто выигрывает. Вот, если честно, мы всегда смотрим, но сегодня как-то не смотрели. Ключи и документы от новой квартиры уже в руках у победительницы. Елена Евгеньевна, квартира в Минске, вы у нас в студии. Ура! Ура! Артём, ура! Наконец ты станешь настоящим минчанином, говорит. Артём мне признался тогда. Устал, говорит, в Логойске. Хочу в столицу, в большую квартиру. Сейчас победительнице предстоят приятные хлопоты, ремонт и переезд в столицу. Ремонт? Ну, для начала нужно взять, привезти сюда кресло, которому не хватает места у нас в доме. Вот, круглое. Взять чашечку чая, посмотреть в окно, нарисовать проект. 5 июля определился и счастливый обладатель автомобиля Джили Колрей. Уже через несколько дней первый тест-драйв нового кроссовера ожидает Ольгу Чабровскую из Пинска. Вообще я выиграла уже десятый раз. Это мой юбилейный десятый выигрыш. Ребята записали десятый раз. Пять раз по пять рублей и пять раз по десять. Да, было и десять, и тридцать рублей. Ух ты ж. А это мой десятый юбилейный выигрыш. Вы человек с опытом. 30 тысяч рублей достались Али Медведской из Витебска. Кстати, эта победа стала досрочной. У победительницы было так много игровых кодов, что уже после шестой цифры из семи на экране осталось только её имя. Это очень давно ещё, по самому началу. Полтора миллиона. Полторы тысячи это где-то на сегодняшний день? Нет, на сегодняшний день это 150 рублей. Ну всё равно тогда-то это было, ого, полтора миллиона. Да. Ну чья-то зарплата, например, да? Да, да. Ну вы человек теперь получается с опытом. Да. 40 тысяч рублей выиграла минчанка Светлана Тропашко. Пали товару дачи на автомате, вот там что там обычно? Да, шоколадка, печенье. Нет, шоколадка, печенье, наверное, нет. В последнее время, наверное, квас был. Потому что это сезон, и это жарко. Квас привёл к выигрышу вас. Ещё одной жительнице столицы 5 июля улыбнулась удача. 50 тысяч рублей отправились к Валентине Рябинской. 50 тысяч для вас, ну это большие же деньги? Конечно. Как будете тратить? Ой, я на такую сумму не рассчитывала никогда. Подожди, я говорю, такую сумму не рассчитывала никогда. То есть вы не знаете, как потратить 50 тысяч? Ну, найдётся. Были бы деньги. Также 5 июля 10 покупателей торговой сети Евроопт стали обладателями модных смартфонов iPhone 13. На них претендовали и те, кто неравнодушен к газированным напиткам. За покупку товаров удачи торговых марок Pepsi, Chills, Лицкий квас и Динамит начислялись специальные игровые коды. А уже 5 августа состоится розыгрыш призов 169 тура игры. У каждого из вас есть шанс выиграть квартиру в жилом комплексе «Минский квартал». Крупные денежные суммы 50, 40 и 30 тысяч рублей. Автомобиль Audi A4 и ещё 10 тысяч других призов.